Бывший актер Сергей Романович известен не только своими ролями, но и тем, что на пике популярности ушел из кино и принял ислам. Отказавшись от успешной карьеры, он выбрал для себя новый путь. Романовича во всем поддерживает его близкий друг, чеченец Шамиль Аслаханов, благодаря которому, как многие думают, Сергей стал мусульманином. В недавнем выступлении русский мусульманин рассказал о том, как узнал об исламе и какую роль в этой истории на самом деле сыграл Шамиль. У меня есть лучший друг Шамиль, чеченец, и мы с ним с восьмого класса вместе, и за все, что мы делаем, как в бригаде, вот, и мы с ним дружили с восьмого класса. И с его братом, у него был старший брат, который тогда только-только начал изучать религию. Это проблема многих этнических мусульман, которые начинают, возможно, намаз читать только лет там 18, в 20, там в 25 и так далее. И вот он начал соблюдать ислам, ну, полноценно намаз, читать, поститься, все, до этого они просто, вот, как бы, я муслим, но, как бы, одно название. И вот мы с ним на тему религии начали спорить. Пять часов это продолжалось, у него сел голос. В конце, когда уже нашего разговора, он мне просто говорил, Серега, я тебе объясняю. Вот так он со мной говорил. Мне родители говорили, осторожно, он воткнет тебе нож в спину, это опасный чеченец, не дружи с ним, он тебя завербует и так далее. И, в общем, так получилось, что мы с ним спорили, и он сказал классную фразу, его брат. Он говорит, как ты можешь судить о чем-то, если у тебя нет знаний? Ты же, говорит, получается просто пустослов. Ты же не придешь сейчас в автосервис и не скажешь механикам, так, чуваки, все свободны, давайте я вам покажу, как тут надо машину собирать, хотя у меня нет образования, например. И меня эта фраза зацепила. И второе, что он сказал, если, говорит, ты заявляешь, что ты любишь Бога в душе, как это проявляется у тебя в теле? И меня эта вещь зацепила, я подумал, да, я заявляю, что я люблю Бога, но при этом у меня в теле это никак не выражено. То есть я намаз не читал, я не молился, я с иконой ходил раньше, вот так это у меня было. Я сказал, хорошо, вот только из-за того, что ты эти две вещи сказал, я пойду куплю Коран, тогда еще купил Библию, чтобы сверяться, думаю, вдруг меня реально вербуют. И начал изучать. Начал изучать, я тогда был в Томске, жил с мамой, с родителями. Мама, когда увидела, что я читаю Коран, она поняла, что все, чеченцы уже окончательно в моей голове. Она говорит, завербовали тебя, да? Автобус пойдешь взрывать сейчас в метро? Я говорю, мама, успокойся, я просто читаю. Ну, ее опасения почти оправдались, да. Я через месяц уже принял ислам, потому что я начал читать все, что было. Я прочитал Коран, я прочитал 40 хадисов Ан-Навави, скачал на телефон Бухари, Муслим, Сады Праведных. И у меня прям появилась такая, как жадность к знаниям, и я начал погружаться в это. И самое интересное, что мой друг Шамиль, с которым мы с 8 класса вместе, он мне всегда говорил, я, говорит, боялся, что мы перестанем с тобой общаться, потому что я неверующий, что у нас разные интересы, что я буду клубиться, а он будет намаз читать. И так получилось, что однажды он заходит домой, а я с его братьями читаю намаз. А он тогда еще намаз не читал. И он стоит, смотрит на меня в шоке. Как так? Русский Сережа с братьями намаз моими читает. А я думал, сейчас все наоборот будет. И это его жестко задело. И он, представляете, только спустя 4 месяца встал на намаз после меня. И когда нам говорят, родители говорят, что меня завербовал Шамиль, я говорю, ма, это я завербовал Шамиля. Напомним, Сергей Романович автор, режиссер, предприниматель, а в прошлом до принятия ислама популярный актер. Он известен телезрителям по фильмам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ласковый май», «Экипаж» и другим. В 2012 году он принял ислам и впоследствии отказался от карьеры актера по религиозным убеждениям.